Ну что ж, друзья, мы продолжаем. На следующей карте это будет уже у нас Денюк, Вулкана Эдишн. Есть он добавлен, такой серьезный подкоп на длине, сразу под план Б. Ну, я думаю, команда сегодня будет его разыгрывать не один раз. И мы с вами, конечно же, за ним посмотрим. Ну и ждем, ждем сейчас возвращения Слэм в студию. Он решил, по-моему, зарядиться и взбодриться очередной кружечкой кофе. Ведь сегодня у нас очень напряженный будет день. После этого матча за третье место мы посмотрим с вами финал женский. С участием отличных игроков, девушек. Юбинайтед, бывшая СК Гейминг, и Альтернейт вместе с ЗАС и Рен из Испании. Ну, ЗАС, соответственно, из Швеции, Кати и компания девушек из Германии. Там тоже серьезная. Вообще, наверное, две лучшие команды в мире Counter-Strike. 1.6. Вот они сразятся в финале СВЦ. В женском. Я не знаю, сколько американки 2 или 3 раза или 4 уже выигрывали ЕСВЦ. Я уже, наверное, сбился со счета. Но действительно, эта игра будет крайне интересной. Ну и у нас все-таки последняя карта. Сейчас кто-то заберет третье место. Бронзу. Чемпионат мира первого дисциплиния Counter-Strike Global Offensive понеслась. Сейчас проверю ваше сообщение по поводу подвисания. Нет, ни у кого не зависло. Все работает. Все, испугали меня. Хороший размен только, что быстро произошел для американцев. Вот здесь минус от нефакулти. Здесь неплохой замес на пленте пошел. Кирби дает минус. 2 на 2 ситуация. Ну, вот тут, кстати, довольно сложная ситуация сейчас уже для Кирби. Потому что он остается один на верхней рампе. И, по-моему, плент не на руках, плент на точке. О, есть! Сам вышел, получил по голове 1-0 за Арии 51. Очень нужный, очень важный пистолетный раунд за атаку на Нюке в третьей решающей карте этого матча. Ну, вот теперь, конечно, все грустно начинается для нефакулти. И этим парням нужно будет сейчас проявить чудеса выдержки, характера, хорошие тактики, стрельбу. Для того, чтобы потащить эту игру. Ну, вот я, честно, сразу после первого раунда уже могу сказать, что игра будет явно непростая. Игра будет, действительно, для них очень сложная. И все-таки американская команда сейчас, ну, будет, наверное, пытаться не оставлять никаких шансов своим соперникам. И, наверное, это и случится. Смотрим улицу. Вот он, тот самый подкоп. Сразу все туда игроки атаки к раунду защиты. А давайте глянем, где диффенс. Ну, вот есть у нас один Семен на Б. Кирби пытается с рамп ему помочь. Вот, кстати, уже кто-то пришел. Три игрока уже на АБ. Ну, и сейчас со всех сторон. Вот под флеш взлетят сюда игроки атаки. И начнется жесткий бой. Есть минус от Семена. С Плэнт с бочки дает минус. Хорошо видит стекла. Дает инфу. Попадает неплохо. Минус три от защиты. Два в два. Очень неаккуратно играет американская команда. Остается ТСК. Один в два. Лол. Что происходит? Какой ответ от немцев? Слэм, привет. Включаю тебя. Зато с Бизоном и в позиции. А, бомба Плэнт упала. Да. Но зато с Бизоном и в позиции, в принципе, разыграть можно. Есть гранаты. Молотов он там. И армор самое главное. Да, да, да. Не, Молотова нету. Это флэш. Вот сейчас он вилки проиграет. Вот вилка подошла в упор. Вот про вилку забывает ТСК. Не чекнул. Не чекнул выходящего с вилки парня. Один в один. Что в пистолетке-то произошло? Как американцы пистолетку умудрились взять? А там такой, знаешь, суровый замес произошел. И по итогу на Аплэнте всех перестреляли. Остались вдвоем против одного бланта. Остался на А. Игрок Инфакулти остался сверху на Аплэнте. На средней рельсе упал вниз. И взлетел в будку и получил по голове. Как-то он сам зарашил атаку. Причем у него был плант. Вот такое. Короче. Вот и Эко. Сразу же ответ от команды не факулти. Давайте за ними смотреть. Они сейчас будет очень интересно веселить. Сейчас будет прием грандиозный на А. Как бы тут уже минус есть от Мантиса. Пришел Кирбис. О, Попа один упал в каналку. Вылез и 7 Фиэс. Вот это реакция, конечно. Только-только вылез и сразу дал в голову, как сумел забраться наверх. Но все равно 2-1 с разменом. Один минус дали в лице Мантиса. Тут я смотрю, им випишечка уже у Хиккена вырисовалась. Так, вообще, нюк. Вот что ты можешь сказать о нюке? Вчера американцы отлетели. Не, я, наверное, хочу сказать, что тут какие-то тролли, не знаю, пропустили начало стрима. И еще пишут, что там, что, что. Мы с первого раунда с ножей покомментируем тут все. Что такое? Обновляйте плеер. Бывает, когда локальная запись включается на компьютере у стримера, то бывает вот такой маленький лак на секунду. Я не знаю. У меня все друзья, кто смотрит, там, постоянно знают про это. Постоянно знают. Стрелочки, рефреш сразу нажимать. Только пропал, сразу рефреш. Все, слэм. Смотрим еще один эко от Ария 51. Смотрим. Ну, тут что, улица уже погибла от Семена. И выход рамп 3, там уже с чеком кто-то сыграл. Да, Эсма сыграл с чеком. Но вот то, что у него автомат. А, там хелпа есть, все нормально. И Кирби, как видим, закрывает с хелпой, в принципе. Всех он тут в качестве помощника играл. Вообще, на рампах можно было бы одного, наверное, оставить против Эка. Ну да ладно, 3-1. Все, первый бай сейчас будет от Соединенных Штатов. Бай будет, наверное, второй. Вообще, уже второй бай, а не во втором раузе будет. Ну, здесь полноценный просто бай, по факту. Счет 3-1, да, вот самое начало. В таких моментах вообще сдается темп, там, первой половины. И становится более-менее, там, ясна картина с тем, кто же будет все-таки здесь доминировать. Есть ли шансы у кого-то. Или нет шансов. Ну, тут вот с улицы, нет, с крыши играют. Закрыто улицу тоже никто не занимал дефом. Только мейн заняли. Ну, мейн не пойдут пока. Смею предположить. Думаю, что все действия вот в нуле и закончатся. Но 7-физ пошел чекать аркаду. И... Интересный дым. Интересный дым сразу на ангар упал. Дает флешечку сразу же на коридор. Подготавливает его. Там еще второй дым упал. От игроков защиты, вроде, если я не ошибаюсь. Кирби флеш на рампы дает помощь Семену. Семен уходит вниз, рампы пробили. И тем временем... Тут Дейзет. Хико на приемнике тоже на рампах. Тискей на рампах. АВП здесь. Меня смущает Сема, потому что Семен сейчас может здесь отдать. Дать парням почувствовать волю. Нет, пошли под 9, посмотри, под флеш. Ой-ой-ой, а Сема в этот момент выходит с нижнего плента. Готов сжать, а там уже все ушли. Оп, его чекнули. Там ждал Кирби соперников. Но получил, потому что гранату он своей раскидал. Семен, хорош. Давай, давай, давай. Минус. Минус дал. Но они сейчас по девятке их просто зажмут. Там 7-физ из канала поднялся. Да, все, их по девяткой закрыли Молотовым. Как бы им тут выход улицы как варик. Да, и игра к мейну. Ну вот к мейну уже пошел у нас Синг. Так, и давайте смотреть, что будет делать. С зумом, конечно, так ходить не гоже на самом-то деле. Не успеет он просто перевести. Опа! Минус Мантис со вторым зумом. Девятка тоже открывается. Есть дисраптор. Ну вот дисраптора не чекнули в будке, но он знает, что там есть АВП. И опс, Синг, второй фраг. И Семен остается последний. Ну вот Владыка и Повелитель всего мог на самом деле Семен зарешать в этом раунде. Но вот американцы грамотный, конечно, мув сделали с улицы. Ну вот чувствуется, что вот командный факультет тяжеловато на нюке все равно. Им понятно стало, что там дырка. Я имею в виду про американцы. Ой-ой-ой, что это было? Что ж ты стоишь со свиной на ню? А, он ждал, он ждал из-под девятки его на самом-то деле. Семен чуть минус два не сделал. ДСК мало, холсов. Ну тут с прострелами Сема отходит, как бы, да, чтобы не догнали. Ему еще и досталось. Двадцать хп. Ну и сейвит АКМ. Здесь может, кстати, подзорваться. Ушел. Так, ДСК взорвался. Семен, да. Семен 17, у холсов живой остался. Походцил немного по концовке. Идва, за нефакулти, они пока вроде бы выигрывают. Но сейчас, не знаю, такой раунд, который может стать очередным решающим в этой игре. Одним из них. Ну и видим, что не так много денег. Там был сейв. Сейчас, если девайсы падают, то снова проблема у нефакулти. Ария 51 бодро играет на нюке. Вообще бодро. Очень бодро. Так, Семен. На вармапе парни распрыгивались. Проход улицы, Семфис. Довольно весело. В ответку флэш, дым. Опять-таки та же самая подготовка у 51-го. Флэш на улицу пошла с крыши. И, по-моему, сейчас будет быстрый какой-то выход. Нет? Не-не-не. Они играют тот же самый раунд. Они не будут вообще торопиться никуда. Им смысла не имеют. Молотов на приемник. Поджимает астма. Через огонь и сразу... Ух, ловят его. Синк хорош. Ну, Синк там уже настрелял. 4 на 5. Немного настрелял, но выделяется. К MVP может подойти от конца раунда. Второй Молотов. В рампах. И атака все еще. Играет холтен сайт. Ну, а что? Похалдят. Стоят, главное, просто с улицы, чтобы не получилось сюрпризов. Но, как видим, здесь вот у нас чувак. Это... А, ну, на фронтексе. На фронтексе. Еще один вместе с ним на будке. Так, будку подходит атака. ТСК уже тут рядышком. Вот она, флешечка прикольная была бы сюда. Здесь же... Вообще не слышно ничего на карте. Сейчас полностью полный шифт от американской команды. И будет ли фейк? Либо сразу пойду. Дверь открывается. Нет, будет раскидка апы. И Молотов на скрипт сразу падает от Ментиса. Они не выходят. Молотов, они делают стяжку на Б. Хороший хэдшот от Хико. Открывает он рампы. Сейчас будет отстреливать хелпу. Упал уже вниз. Даже забивает на хелпу. Уже внизу. Вентиль не видит. Вентиль и два игрока защиты. Си-кей. Хико. И Хико последний минус. Лол. Все, попали, разорвали. Еще и бомбу поставили. Ну, вот сейчас смотрим на деньги. Команды не факул. Все-таки один сейв был. Но остальных, наверное, ничего нет. Бублик. Да, Бублик. И будут парни. Семен, триграната, Дигл. Семен, триграната, Дигл. Больше никто не покупал. Ну, Семен сейвл. Поэтому тут понятно, почему именно он покупает. Ну, тут погоди. По 250 дисраптор взял. Потом Семен тоже по 250. Они поменялись. Поменялись. Давай, Семен Дигл отдал. Забрал себе. Спрашивает. Нет, стоп. Он дропнул еще по 250 кому. Спрашивает, работают ли старые прострелы. Еще и новые работают. Здесь еще лучше, по-моему, все шьется на самом-то деле. Но пока как-то мало применяют это команды. Да, но здесь просто динамика игры, друзья, она немного не такая, как в 1.6. Поэтому тут они реально, что есть прострелы, что их нет. На самом деле, каким и плавно им казался Гоу, он быстрее. Да, он быстрее. То есть тут другая чуть-чуть динамика. Смысл этой игры тот же, но в другой динамике все происходит. Поэтому тут пока вы простреливаете девятку, чел вполне возможно прошел по улице и уже режет вашего тиммейта за красным ящиком. Который стоит и тоже простреливает. Ты жестко это рассказал. Ну, реально, вкратце, так ему оно и может быть. Так что... Ну что, 4-3. За американской командой. Они идут к успеху, играют за атаку, тащат, рвут. И тут опять проблемы по деньгам. Унифакулти, Фамос, Кольт, Кольт. Ну, 4-3 фью закупили, тем не менее. По 400 долларов потратили. Вот сейчас нет. Все, потратили полностью закупочку. Опять отдают раунд. Опять деньгами беда. Ну, ладно. Смотрим за продолжением. Смотрим, наверное, за Арии 51. Ну, по-моему, они будут через дефолтный раунд играть. 9. Нет, надо левее мы видим сейчас. Очень хорошо, что у нас есть такая штука, как встроенный вуллхак, как говорится. И вот тут X-ray. X-ray, да. И тут видно, что надо было стрелять левее. Просто прям под железом сел игрок и смотрит будку оттуда. Надо было ему туда дать. Да, вот я такой хотел себе все время в 1.6, знаешь, чтобы светились игроки полностью. А у меня там... X-ray. У меня с тем вуллхаком просто вот эта стенка уже не светилась там. Будка, вторая стенка не светилась. Ну, у нас не было видно просто. А здесь хотя бы можно... И не видавки и места нужно жить над будкой, куда жать. Здесь вот благодаря этой штуке можно потом, ну, легко быстренько прострелы разучить. Ну, вот здесь TCK пытался прострелить будку. Тем временем идет стяжка с крыши. И улица, кстати, уже прошла. Но это будет низ. Это будет низ в любом случае. Семфис белый прошел практически в коридор. И все зависит сейчас там от него. То есть, как он здесь разыграет свой коридор. Еще и подсадку сразу прочекали. Прикольные ребята. А в этот момент Семфис проходит по каналке. Дормозит игрока защиты, который вот-вот где ты был до этого. Мантис и это вот этот раунд, друзья. Дистратор Семен вдвоем попытаются сейчас спасить этот раунд. 2 в 4. Но они далековато. По-моему, Дистратор уже уходит на термский респ. Сейвить туда же Семен. Уходит, в общем-то, пятый раунд для Ария 51. Просто взяли пробили. Вот опять же, на Семфисе все и закончилось. Молодцы, молодцы. Классно играют сейчас с Ария 51. Ну, конечно, они были достойны, по сути, третьего места. Мы все думали, что поляки, возможно, будут играть с этой командой за третье место. Но они факулти выбили польскую пятерку. Браво, обыграли в группе. Благодаря этому вышли с равным количеством очков. Но зато поляки это первая команда по 1.6, которая целиком перешла на гол и явилась миру на ЕСВЦ. Вот респект парням за то, что они вообще хотя бы поехали туда и выступили. Я уверен, что ребята наладят свою игру уже, я не знаю, а весной мы уже будем видеть тех самых легендарных Нео и компаний, которые будут рвать просто всех. Разрывать. Ну, или почти всех, кроме... Нет, главное, чтобы сцена сформировалась, и парни были всегда в тонусе, все будет круто. Итак, друзья, 3-5, два раунда преимущества за Ария 51. Они сейчас могут взять вполне себе шестой раунд, если сыграют медленно. Вообще, они, по-моему, нашли ключик к дефенсу, тем, что играют инсайд и поздний выход на рамп. Вот у них это в определенный момент зарешало. Давайте посмотрим, что сейчас будет у дефа. Деф... Ну, деф 3А, 2Б, там стандартная, скажем так, расстановка. Но здесь что стоит отметить? Ясма, опять же, с пистолетом стоит, смотрит. Три пистолета, два Двайса, один ЕСД Глукирби. Вряд ли он его сможет реализовать на все 100, но в любом случае все от США зависит. Семфис вот в этом раунде очень-очень рано проходит улицу до этого. В предыдущем раунде он играл намного жестче. То есть он там долго-долго очень выжидал парня, потом только прошел, ему еще дали флешку там с девятки. Тут пошли сразу топить ангар, хейка минус. Кирби, Семфис помог. Ну вот Семфис раз парился, надо было бежать вниз, но он тут, как видим, боится без подготовки выйти. Я-то смотрю сейчас... Ой, какая реакция у Семфисов. Хороший хэдшот, хороший хэдшот к Сему. Четко разорвал. Ну и остался девайс, плюс P250, вот дисраптор. Явись народу. Дисраптор что, дождался мейна, ЭСМО дал минус. Надо было вот убивать с первого захода, но в итоге 8 хп и прострел из буточки. Плюс хик из девятки. Завершает свое дело, 6-3. Вот половина набирает. Вообще лузовый минимум взяли, Ария 51 и... Да даже я не знаю, что здесь минимум, потому что... Счет-то стоит в голове старый. От 1,6. Ну и могут сыграть еще 8-7. Вот 8-7 будет прикольно, чтобы сразу там на вторую половину мы тут с ума посходили. Слушай, мне кажется, что здесь вообще, по-моему, будет какая-то игра очередная вхлама от американской команды. Они будут классно чувствовать, чувствуется, что американский нюк... Ну здесь они покажены. Сделанный американским игроком. Таффа, Таффа, в отличие от первого дня соревнований, здесь они могут сыграть вдвоем на Б и сыграть Тимплейна. Так что плюс к этому добавляется вся их жесткая стрельба, при том, что они играют уже достаточное количество времени. Ребята спрашивают, сколько денег за убийство? Ребят, ну мы еще сами не разучили, здесь есть разные вещи. Ну короче, 300 дается обычно, полтинник за ВП. 900 за шутганы там есть определенные. Да-да-да, вот который бешеный шутган, который берут обычно на ЭКО и либо там на первом девайсном, когда играл соперника и берут собирать головы. Берут собирать деньги, потому что 900 за фраг можно неплохо слить. Раньше можно было 10 тысяч сделать. Как бы за минус 5 с этого девайса. Но опять же, не знаю, будем смотреть, что там на серверах было, какая была экономика в раундах. Надо подробнее просто изучить. Пока все медленно. Ну, команды Ария 51, но они один и тот же дефолт играют и всегда у них получается. Асма минус си... Где это было? Уже второго отбрили. Да что ж такое? Ладно, уже ничего не получается. Возьму 3 в 5 или нет? А нас кидали дверь. Ой-ой-ой, DCK зажарили просто, дверь открылась, отошел. 3 в 5. И стяжка на B. Здесь один Кирби, нет, не один. Здесь Асма. Здесь Асма. Здесь Асма принимает, Асма чекает, Кирби принимает. Он еще и прострелом с ящика ставит по DCK, дефолт минус Кирби и... Уходит вниз, уходит вниз. Ну, 24 нормально, слушай. Тут еще можно будет еще побороться. Ну, 10 секунд до конца это сейв Калаша. Калаша. Побороться за Калашей. Сейчас будет убивать игрока в углу. Минус. Хорош, Кейко. Ну, вот Дисраптору не надо было приседать, присел сразу просто. Еще и ВП забрал. Молочага. Какой? 1400 за проигранный раунд мы видим сейчас. Ну, очень душные американцы. Вот, мне кажется, факулти будет по силам бегать в атаке просто и так же раздавать. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы была борьба. Напоминаем, что сегодня у нас на трансляции в эфире финальный день чемпионата мира Electronic Sports World Cup, который проходит в Париже. Ну, и сегодня МАЗе третье место. Вот мы сейчас смотрим. Потом женский финал Counter-Strike Goal. И потом у нас мужской финал Counter-Strike. Goal. Вот так вот. День финалов. Все матчи БО-3. То есть до трех побед. Может быть, две, может быть, три карты. Тафа и Слэм вместе с вами. Ну, и чуть попозже будем уже запускать бегущие строчки. Напомним вам все наши социальные сети. Оп, смотри. Все наши твиттера. Вот, видишь, видишь, Молотов горит и через дым видно. Я тебе это хотел показать, чтобы ты это понял. Окей. А то ты просто удивлялся, что в дым дается Молотов часто. Хорошо. Он дается как раз именно для чека. Сикс и ВП пытаются подбить Б. Вот тут Молотов на приемнике прогоняют его. Еще один Молотов скрип от Дисраптора падает. Ну и... Есть минус уже от Семена. Минус два в это время дает. Семен поджал улицу и дал минус два. Семен поджал длину прям к респауну теров. И вот так вот нежданчик. Ну, Синка пытается настреливать в дым рамп, но уже все. Нежданчик для американцев. Поезд уехал. В будку аркады тоже нету. Что же делать? Там, покажи эксприт, пожалуйста. Ага, все. Мне так проще. Окей. Смотрим за продолжением. Пока что Семен уходит в подкоп. Ступенечек будет принимать. Сейчас Дисраптор будет принимать здесь выход на, но он топнул. Мол, вот если вы услышали сейчас будки, то может вообще прострел. Стяжка на Б, смотрим Б. Лол, нет прострела. Скрип развел, отвлек на себя внимание. Смотри, Асма, здесь уже рампу пытаются продавить. Ну, тут Кирби защитит, я думаю. Да, минус дал. Минус от Кирби, второй не пошел, убегает. Дайзет просто уходит. Надо было все-таки А разыграть, попытаться. Да нет, сейф 2-х лаше снова. 15 секунд до конца раунда. Опять вот это посидело, ни к чему хорошему не привело. А все дело в чем? Все дело в том, что Сьома на морозе заходит на улицу, делает минус 2 на Респе и все. И американский раунд слился 6-5. Ну, ждем продолжения, жаркого продолжения. Хочется, чтобы боролись не факлти. Хочется, чтобы не факлти боролись, а Арея 51 в меньшинстве хоть что-то потащило. Да, какая разница. В принципе, кто-то что победит, поэтому я никуда не спешу. Сегодня у нас сейчас Юбинайт от Альтернейт. Потом у нас Нипы против Вэри Геймс. Да, Нипы Вэри Геймс это вообще суперинтересная заруба будет. Так что, сегодня будет много Counter-Strike Global Offensive, поэтому, не знаю, кто смотрит, кому интересно, конечно, милости просим на наш стрим. Если вы уже здесь, то и оставайтесь дальше. Зовите друзей своих, приглашайте, посмотрите все-таки, что же это такое. Ну и скачайте CSGO, поиграйте, пока есть такая возможность, поюзайте его бесплатно. Веселые флешки. Веселые флешки на улицу влетают, как видим, с окна. А, ну тут сразу пошли прострелы скалы, конечно же, Дисраптор постарался это сделать. Семьфис там вообще 4 хп оставили. И 2, и 2 живой стоит. Вообще не понял, что это было? Что это было? Что за флешка? А флешка просто, походу, влетела вот сюда сразу, и все стали белые. Вон она с окна как раз. Вот сюда даже, если она влетела, там все равно все белые будут. Прикольная флешечка. Жалко, что теперь атаки нельзя на крышу залазить и сверху их там. А можно, можно. Ну, запрещено. Ну почему? Ну, не знаю. Кто сказал, что запрещено? Кто сказал? Кто это сделал? На эту крышу ты не залезешь. Можно вот отсюда, друзья, подсадиться просто. Пошла перестрелка, Слэм, давай смотреть. Вот уже пытаются пройти улицу. Задемили респаун, дали минус. С ВП забрали Кирби. И заняли хорошие позиции. Сейчас Ария 51, оставшись в большинстве. 5 на 3. Но 2 красных. ТСК 16, 7, 4. В Акулте все равно все закрыто. Из девятки. Есть ТСМа и плюс к нему. Подсадили на козырек. Сейчас очень интересно. ТСК сейчас чекает девятку. О, какая подсадка дикая. И шьет. Ой, как Эсма облажался просто здесь. Перестрелки должен был убирать. Посмотрите, все игроки, кроме Хика, красные. Просто красные. Там реально по 3 пули каждому и все мертвые. ХП мало. Но вот тут вместе с Сингем Семфи запирает дисраптора. Остается Мантис. Он уходит на улицу через подкоп. Не, что, убивает Хика или какой-то бешеный прострел. Можно безумные минус 5 сделать. Да, да, да. Конечно. Не, но он тут точно. Если сейчас будет отход на улицу перед взрывом бомбы, то тут насобирает Мантис халяву. Я в этом уверен просто. 6-5. Седьмой раунд уже есть у Арии 51. Опять же, это все заатакует. Ну и, скорее всего, именно американцы достойны третьего места. Все-таки. Не факулти останутся, наверное, четвертыми. А вот Нип и Вэри Геймс тут трудно давать прогноз. Непонятно, как пойдет игра одной и второй команды. Да и вообще, я думаю, интересно посмотреть за Гитрайтом, Форестом, Гзистом. Напомню, что на Дримхаке Валенсии они поддержали победу 2-0 по картам. Это был единственный ивент до ЕСВЦ. Счет был напряжен. Начинаем от 12-16-13, если я не ошибаюсь. Что-то в этом духе, да. То есть напряженочку. Ну и бешеные зажимы от Гзиста уже тогда народ отмечал. Вот посмотрим, как здесь ляжет фишка с этим. Да. Ну и ждем остальные команды, ждем возвращения всех игроков. Да и вообще ждем большого количества турниров с начала следующего года. Да уже с конца этого должно пойти много чего интересного. Для начала StarLadder, друзья, мы будем транслировать со Слэмом. Я думаю, это будет так по очереди. У нас там тоже довольно тяжелое расписание здесь на других стримах. Но иногда будем вместе на матче недели. Мы будем часто вместе. Вот что я скажу. Ну, там пропускать нельзя, надо смотреть. Так, здесь что? Атака улицы с мейна. Дейзет, набрасывает ХАЕ за красный. Надо выкурить Сему. Но здесь есть Мантис и Сема с Мантисом, в принципе, минус свой сделали. Задымили Синга, чтобы он с ВП ушел за красного. Ну, вот удобная позиция за красным, ангар смотреть. Но Сема сейчас смотрит, что делает. Вот в поле за красного встает и ждет пуша в мейн. Семфис вносит Кирбиф тем временем. И Семфис... Семфиса оставляют. Вот непонятно, Синг стянется или нет. ХАЕ в девять тоже пошло. Ой, их сейчас взорвут в девятке. Выжил. Семен минус дал Семфис в подвале тем временем. Сиг, ТСК, минус СУ. Это отлично. Мантис последний, знает, что он в вентиле. Минус Хико. Ну, тут да. Тут просто позицию уже зарешали. Хико, Хико, Хико. Еще раз Хико могу сказать в этом раунде. Он просто красава. Распечатал все, что можно. Просто все. 8-5. Первая половина достается команде Арея 51. Ну и последние пару раундов. Да, давай посмотрим, что будет по концовочке. Хочется, опять же, борьбы. Может быть, сейчас Диффенс проснется, как только сыграют этот эграунд. Хотя бы 9-6 было бы неплохо. Да. Команды не в факулте. Ну и это третья карта матча за третье место. Напоминаем дальше про расписание. У нас БУ-3 женский финал. Юбинайт от бывшей СК против Альтернейт. Против Альтернейт. Да, против ЗААС, компании, Игры и... И... И эти там... Ну, короче, Нифвергеймс после этого пойдет уже вечером. Финал самый главный, которого мы все ждем все эти три дня. Кирби успевает забрать Сига. Дейзет минус 2. Тем временем дистратор и мантисы. Открыли рампу, вот надо АВП оттуда унести, хоть как-то, чтобы она не досталась. Мантис на приемник убежал в спину за игроками, которые двое пошли на рампу, а двое в это время... Забирает АВП, ой, щи, мажет! Опа, в воздухе! Эйршот, вот это наказал! Этот Дигл просто он нормально ставит. Посмотри, тут паника, он сейчас пойдет их поубивая. Там, иди, иди, давай, будь смелее, братан. Нет, стейв, бомба, стейв, бомба, бомба ставится. Бомба ставится. Дает флэш. Под флэш Диглом выходит, даже не юзает ДВП. Прочекал все, знаешь... Куда ж ты лезешь-то? В упоре, ТСК, минус, все. Ну и тут последний будет дисраптор сейчас по каналке показывать нам Сильвестра Сталлоне. Играет как неудержимый просто. Да, вообще неудержимый. Оп, такой, смотри, дали ему зайти просто в коридор. Не знаю, надо было изолировать. Он еще взял, отстрелил в Хика. Между делом, так знаешь. Сейчас пойдет второго, еще застрелит. А второй в ложный ушел. О, флэшки, услышал флэшки, что летят, отвернулся. Это красава. Опа! Ты подарил АВП, походу, да? Или что он подарил? Ну, на СИК не пойдет, да. Или АК. Это АК или АВП он подарил? Я не видел. АК, АК. АК все-таки досталось дисраптору. 9.5, друзья. СИК засейвил АВП. Короче, много денег у Ари 51. Не факултей, тоже с девайсами. Плетка у Манти сам. Он взял плетку. Смотрим за этим девайсом. На самом-то деле она еще сильнее стала, чем в 1.6. Но сложнее с нее стрелять стал. Да я бы не сказал. Она, знаешь, такая бодрая, кстати. Бодрая. Вот давайте смотреть за Мантисом. Включил? Конечно. Все, смотрим. Я просто думаю, откуда ты чат читаешь, а потом смотрю, что ты в Овне, где его читаешь. Вот это вот. Да. Порадовало меня. Честное слово. Ну что, Мантис? Кирби. Дисраптор. Нет, там минус 3 просто Мантис. Без Мантиса. Без Мантиса. Быстро поменяли ритм игры Ария 51 и были наказаны. 9.6. Вот. Быстрый прием. Без покерей. Черт. Даже выстрела не сделал. Good Health, друзья. Good Health написали команды. Эх. Ну, хорошая половина. Для Нефакулти. Для Ария 51. Особенно для Ария 51. Хотя 10.5 выглядело бы поприятнее, наверное, да, чем не 10.5. Ну, а я пока почитаю, что там Халтиверк нам расскажет интересного. Ризен Гейминг там за третье место тоже играет. Финал 12.6. Ну, да, да, да. Мы по-любому посмотрим женский финал, а потом будем смотреть уже финал мужского Counter-Strike. Ну, по расписанию через 14 минут должен начаться матч Ubinaid Alternate. Скорее всего, этот будет матч, как только закончится матч за третье место. Американским зрителям, я думаю, будет очень интересно поболеть за своих девушек. Лучших в мире девушек по Counter-Strike. Ну, и Alternate. Тоже очень классный состав. Лучшее, что могли собрать в Европе. Но, опять же, без вот наших российских девушек, которые, в принципе, могли создать вот серьезную битву и поспорить. Я хочу, чтобы Sony вернулась в Контру вместе с Татуей и устроили в голову супер-мега-врыв. Вот это было бы самое, наверное, офигенное. Я, кстати, спрашивал у Тату, она играть сейчас уже не собирается. Вот. Такие вот дела. Так, Слэм, планируется ли StarLadder DM CSGO с картами приближенными типа 1.6? Ну, если будет... Сталетка, поехали. Если будет возможность. То есть с картами вопрос какой? Я считаю, что глупо там какие-то свои вставлять карты на свой турнир, потому что есть карты вот общепринятые, да? Пусть на них лучше все играют. Это лучше для сообщества. Так, перестреливается на улице в ангаре пока что. У Дейзи 19 хиллсов остается. Семфис уже по подвалу тут пытается сейчас атаковать. Может быть, выпасть на игроков атаки. Влетает, его слышит. Пытается за красным минуснуть. Есть минус за красным. Семфис на морозе поднимается. Опа! Факулти пропущили улицу. И сейчас Дисраптор. Дисраптор с нуля будет играть. Хико Аркадьев в этот момент с радио. Но нет, передумал. Не пошел. И здесь... О, Семен минус 3. Какой он качок поставил. Все, все. Тут сейчас будет выход мейн. Выход мейн. Либо на раму пойдут по 9. Хико, Хико в упор. Стягивается Хико в упоре. Не сдерживает атаку. И Факулти пока... Как-то Сикей быстро на Б оказался. Три в одного. На улице. Ну, тут просто в каналку нужно было упасть. Сикей и все. Ну, и в итоге здесь что? Под 9 прошли игроки атаки. Они будут выходить уже полностью на А, Сикей внизу. Развели Сикей, да. Они об этом знают просто, что он внизу. Они не знали. Ну, как не знали? Они знали, что один там типа внизу точно будет. Да он на А в девятке. Ибо не в девятке, а на задней рампе был. И он там перестреливался. Деканита создавали давление как раз под Б, когда там пушит, стрелили как бы. Да, Хико их спалил двоих. То есть ТСК, естественно, стянулся вниз. Сейчас они знают, что его ждать с будки. Можно, да, будка вот перекрыта. Перекрыт также дым и каналка. Бежит, 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 бежит. Бежит, 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 упал. Печально пробежался. Итак, 9-7. Ну, помним, как в прошлой половине начиналась игра. Раунд, может быть, сейчас Ария 51 ответит, не факулти. Это раундом взятым. Все на УЗИ, посмотри, там. Все на УЗИ у не факулти. Вся команда. Это немецкое побоище сейчас будет. Смотрите, у них за спиной все хузики. Покажи там последнего. Такая армия. Армия с УЗИ. Армия с брызгалками. А, вот еще МПшка. Итак, выход сейчас будет на Синга. Чтоб не привык к новому оружию, но я думаю... Ой, Синг в ангаре. Ну, вот открыться надо было. Надо было открывать. Да все, там уже все пробежали. А, не под флеш. Они под флеш. Влетели. Ой, как хорошо. Синг вообще бежит в спину. Там ничего не замечает. Вот тут уже начекали. Ой, 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 ой. Ошибка. Все, сейчас вернутся, порвут всех здесь брызгалок. Да, да, да. Там, смотри, там просто толпа желающих на раздачу. Хотя Хика отстреливает. Три в два, три в два, три в два. Тут еще Кирби есть, спокойно. Они длинный. Да, отбили, длинный отбили. ТСК сравнял. Эсма вместе с Мантисом вдвоем. На Б ждут. Ну, по жизням гораздо лучше, конечно, у нефакулти. Тема в том, что там бомба упала. В итоге Эсма влетает. Минус 7 фис. Ну, вот ТСК еще. Все, бомба пошла. Устанавливается. Знают вентиль. Винус. Хорошо, хорошо. Зря он упал. Смотри, видишь, они хоть и поумирали, но зато, по-моему, каждый сбрызгал какие-то дал по минусу. Это по 900 баксов для каждого. Ну, не факт, что 900. Но. Не факт, да, не факт. Не факт еще. Проверим. Проверим. Экономическую теорию надо проверять. Да нет, просто там тема в том, что можно сделать как угодно, чтобы денег давалось. Просто в обычном competitive режиме, если играть, да, искать там 5 на 5 find the game, скажем так, сыграть микс, да, то там дается вроде 900 с дробовик, это точно. Ребята просят сделать здесь 720, жмешь бы скваль, и тебе это 720, извините. Так. Ну, что тут на улице? Опять все встали от одной флешки. Семена сразу на хейлили. Нет, тут, слушай, жесткие американцы, а? Вот Синг, ну, вот Синг, понятно, он игрок с АВП, второе оружие у него на уровне. Ой, выходят, выходят лево-лево, а зря здесь засада плотная. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, выходи, что там кто за ящиком стоит? Ай, вот что такое играть без флешек. На улице, на улице, нет, не режут, все нормально. Не режут, и вот не справился Дейзит здесь тоже с последним Мантисом. Ну, есть АКМ, подожди. Два сотых у защиты, два в три в меньшинстве. У Мантиса УЗИ и два калаша, посмотрите, Сиг уже ушел на Б. Там под девяткой, да, все тусовки? Да-да-да, под девяткой, все тусовки, тут поджимает в спину игрок. Защита это ТСК, ну, попадает по Мантису, но плохо. И Синг здесь нельзя вообще топать просто, даже создавать какого-то видимости своего присутствия. Ему надо очень медленно пройти и желательно не стреляться сразу, потому что тут надо заходить к двоим спину. Ну, вот он опять не выдержал, понял, что надо убивать, почему, не ясно. Он же знает примерно, что один еще на девятке стоит. Ну, наверное, будет сейв Девайса. Я бы сейвил на его месте, так как он американец, а они любят это делать. Видимо, он засейвит, да, побежал. Ну, Б, конечно, Сакая еще можно было бы выбить. Хотя он бы на, если девятку убивал, один на один бы с пунктом оставался, но вот... Да не, тяжело ему все равно, но... Лучше засейвить калаш, может, он любит калаш больше всего на свете. Тут в любом случае 9-9, это ничья, и все повторяется на той карте. Ну, борьба, это уже хорошо. Всегда хорошо, когда борются парни. Но все-таки более выгодной все равно ситуацией находится Ари 51, они играют в защите. Уже последняя половина, возможно, если не будет овертаймов этого матча за третьим местом. Ну, и тут, конечно, все в их руках. Есть АВП у Сига, он дал дроп АКМ кому-то из своих парней, не знаю, кто это будет сейчас. Ну, в любом случае, смотрим, важнейший раунд по экономике. Немцы понимают, что им нужно брать. Ну, Ари 51 понимает, что им нужно не дать это сделать своим соперникам. И Аркада дверь, 4 дверь пошли. А Семфис сразу дает флэш на плент, из плента будет разыгрывать, Дейзет минус 100. Все, атака падает, атака просто падает, выходит на перекрестный огонь. Семфис дает минус 2, там еще граната от Дейзета. Все белые, все слепые. Это плотный сбор, немцы танцевать готовы. Мистратор на ноль убежал, все. Нет, там очень четко отрезали, не дали выйти, отфлэшили, приняли и без шансов. Там че-че-че... Какая-то бешеная бабушка была. Да, чаще всех сыграл Дейзет. Вот самое главное, что он аккуратно спрыгнул. Береграната открывается, а не надо Ешкой? Она нет, его просто взрывают вообще. Его просто взрывают, и скрипа нет весь раунд. Нет скрипа, нет проблем. Она разлетается, да? Да, она разлетается полностью от гранаты. Класс. А ты думал, я просто... Я понял, как им девятасы делали. Я тут вчера увидел интересный мем из видео, где Кубин запер дверью нави в четвером. Вот. И я буду надеяться, что Кубин здесь тоже будет экспертом по общению. Ну, уже первый минус пошел, экраунд унифакулти закончились деньги по улице и на рампу пытаются выйти. Хико, минус рамп. Не дал зайти. Тут сейчас очень удобно делать сприт фэр. Тихо, тихо, слышу топот. Тихо, 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 тихо. Он вот сейчас слышал просто кучу-кучу топота, и в итоге там походу отошли. То, что Дейзет там раздал на улице. Да не отошли, тут один Мантис остался. Он есть там. Мантис пытается убить парня на рампах. Хико дает хэдшот. А11-9. Плохая экономика не факулти. И хорошее настроение для Ария 51. Очень хорошее. Что нас ожидает. Два раунда преимущество. Это мощно. Очень мощно. Так, ну сейчас посмотрим, как Дейв сыграет. То есть, все сейчас от Арии зависит. Если они сейчас выбивают еще раз Дейвайсинг, ставить бомбу, то это уже будет огромное преимущество. Мантис будет играть с ВП в атаке. С ВП в защите играет Сиг по-прежнему. Ну и мы видим, что команды вообще по ходу этого чемпионата не боятся бы играть с двумя АВП. Некоторые играли с двумя АВП в атаке. Ну да, надо пробовать. На это сейчас все смотрят. Все будут потом пытаться делать так же. Хорошо останавливается выход Молотовым, конечно. Тут быстренько дверь не выйдешь туда. Один Молотов, все. Отдыхайте. А, ну там как бы с мейна ждут. Прямо на заход на улицу готовятся. Ну вот тут с другой стороны АВП стоит. Тоже ждет точно так же игрока в мейне. Еще один Молотов на дверь. Просто по КД залетает от защиты. Ну и дверь по-прежнему открыта. Мантис по-прежнему выцеливает пристройку. Друг друга вот ждут парни. И вот у кого просто вот сдадут нервы у первого, тут, наверное, и проиграет. Сейчас посмотрим. Ну да, все будет зависеть от одного. Кто кого пересидит. Реально, от одного стрейфа. И вот он стрейф пошел, флэш пошла на А. А Матис завтыкал. В это время двойной зум дал, даже не стрелил. Что это было? Что за темное пятно прибежало передо мной? Нога чесалась у парня в это время. Не мог он стрелять. Так, залетает дым сейчас в мейн. Ой, в мейн в будку. Скрип ждут на контакт, но зря, зря. Там, кстати, стяжка с улицы. Чек улицы также есть еще со скалы, поэтому... Так, на АБСик, по-моему, попался ВП в Дистраптора. Давайте проверим. Нет, нет, не вниз. Нет, это очень медленный раунд от немцев, на самом деле. Здесь уже американцы начинают нервничать. Готовят молотовы, но входа-то нету. Стяжка рамп, стяжка рамп от одного игрока. Там уже нашивается контакт. Есть контакт на рампах. И будет выход туда. Проходит Дистраптор. На АВП вниз убежал. Все, все. Все, заняли желтые бочки, но АВП ушло, и слава богу. Главное, чтобы на минус один хватило. Там Дистраптора накоцали просто. Его сначала попало АВП, потом еще туда под него гранату там почти закинули, и у него 20 АВП осталось в итоге. Как он живучий гад такой. Потому что Мантис пришел тоже с АВП. АВП на планте. Дейзет минус дает. Минус от Синга, минус два от Синга. Ну, Синг с ассистом там зашел. Сейчас еще один фраг сделать по-любому на вилке. Просто тут не хватит префайера, чтобы этого парня выкурить отсюда. Семфис минус, отличный дидеф. И посмотрите, все, рампы ложатся, остается там по среднему, прошивают. Семен остается. Давай, Семен. Семен будет пытаться убивать. Хороший хатшот Семена Семфису, все. Поставил Семфису, но не убил. 12-9. Хороший дефенс от АРП. Это один не факулки, крайне медленный раунд. Там уже американцы нервничать начинали на готовить стали молотов, но по таймингу выхода нету. И потом контакт рамп. Самое главное на рампах это вовремя уйти. Когда ты вовремя уходишь, вы можете... Все в ваших руках, всегда. Вот за деф вы можете взять и убить всех. Как это сейчас произошло. Так что, если смотрите рампу, уходите вовремя. Лол, за админс. Что произошло? Там какая-то надпись, сервер испаузит, please contact. Администратор. Вот, ну, море удовольствия, наверное, сейчас получают команды. Ну, не факулки эко. Что ж, вот она экономика, шаткая. Отдача 13-го раунда АРАИ-51. Ну, не ясно, вот, куда ушел Дисраптор с места своего. Видимо, ВП девяточка от Синга. Интересно. Опа! Минус от Синга, минус. Первая утка пошла. Ну, второй утки, наверное, не будет здесь уже. Тут просто все встали. А, вот здесь еще есть подсадка, смотри, вот она. Сюда подсаживается чувак. А потом отсюда запрыгивает вот сюда. Что-то вроде этого. Да, я понял, понял. Ну, тут без шансов хороших. Вообще еще вот здесь вот есть подсадка, друзья. Вот здесь стоит чел. Другой стоит с флешкой под ним. И можно подлететь прямо вот сюда. Встать вот здесь. Но здесь только какой-то конкретный угол. То есть здесь не все. Какой-то конкретный угол можно только запрыгнуть. Но вам не видно вот этого всего. Ну, и ангар, конечно, великолепные флешки. Здесь все в дыму вот так вот. Ладно, смотрим, давай, наверное, с Дистратором, что он сейчас придумает против Пятерых с пистолетом. 13 раунд для Арии 51, по сути. И три раунда до третьего места на ЕСВЦ 2012 в дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Ну, и после этого женский финал нас ожидает. You've been knighted. Сыграет с командой Alternate. Это будет тоже что-то интересное. Бо-3 матч. Я предлагаю к женским турнирам по Counter-Strike привлекать каких-то производителей косметики. Косметики? Да. Я считаю, что это будет прикольно. Я предлагаю привлекать девушек-комментаторов. Ну, тоже, да. Чтобы так эмоционально тоже они комментили. Болели за своих. Как мы за Na'Vi, так и они за. Только чтобы они комментили, они сидели... Na'Vi! Вот. Очередной припадок от слэма. Да, да, да. Не обращайте. Давай смотреть. 13-9. Сейчас будет 14 раунд у американцев. Если он будет, то это печаль. Хотя там что-то быстрое планируют немцы. Два улицы уже проходят. И Сингу пока не удалось зачекать. Да, все, Синга зафлэшили. Это проход улица. Вот меня раздражает. Я весь белый Тафа. А я опять ловлю флэшку, когда смотрю вообще на карту. Я же тебе говорю, сейчас комментаторам будет очень тяжело работать с Counter-Strike Global Offensive, потому что эпилептикой можно встать. Да, да, да. Тебя зафлэшит по итогу чемпионата. У меня белые пятна в глазах появятся скоро. Прямо в зрачке. 3-3 ситуация. Неплохая атака получается у немцев. Минус Сик и Семфис и Хико остаются вдвоем. Зато один Молотов там дал демейджик. Один пристройка, один будка. Либо дверь будет выходить. Сейчас игроки защиты. Вот они уже вышли. Уже Семфис пристройки, шьет бланк. В дым попадает. Накосил чуть-чуть Кирби. Очень чуть-чуть. Дает флэшки. Хико минус Кирби. Все, там отвлеклись на будку. А будку... Ой, Семфис, шот... Семфис своего тиммейта простреливает. До одного холса. Что ж ты делаешь? Вообще... Вот это подлянка, друзья. Булевой тимплей у американцев. Давай я уже убей его туда. Идите, идите, сносите как-нибудь. На морозе открывается второй тимп. О, боже мой, просто... Исправился, исправился. Исправился Семфис. Как эти парни еще играют вместе? Как? Объясните мне, как? Почему? Почему, когда два на планете, он простреливает своего тиммейта в мейне? Объясни мне это. Зачем он это сделал? Не знаю, как... Ну, два-два. И вообще так вот не сыграно бывает. Причем, ладно, раз нашел. Он раз ему, два ему, три. Тот тоже не поймет, что его шьет свой. Ну, конечно, жесть. Но зато потом два хэдшота. Лол. Сам орет. Наверное, Мантис тоже смеется с него, со своим тиммейтом. 14-9. Два раунда до третьего места. Команды Ария 51. Это да. Ну и, кстати, деньги там последние пошли у атаки. Это была... Ну, была бомба. Есть на закуп. Наверное, что-то опять быстрое сыграют. Да, дым. Вот они надеялись на него очень сильно, видимо. Десаптер что-то задумал. Да-да-да. Да-да-да. Это А. Это А. Это А. Вот он занимает позицию. И ждем флэш. Семфис уже на планте. Ждет своих соперников. Идите ко мне. Шьет будку. Рлоуд. Нет оттолки, нет? Не-не-не. Я жду, что вот сейчас все зависит от парня на улице. То есть, либо он будет раздавать флэшки вот сюда и будет выход на... Либо он просто стоит на углу и... А он по телефону разговаривает, наверное. Не, он хочет, видимо, еще прострелить что-то. Как я понимаю. Вот ему надо прострелить вот этого парня. И он, по-моему, сейчас будет пытаться туда попадать. Не, вот она флэш. Флэш готовится. А там атака подошла вообще? Да, атака подошла. Атака готова. Флэш пошел на плент хорошо. Да-да-да. Флэш вообще вошла вот здесь. Семца убили, он не понял, что это было в этом... Ну, зато там Дейзет раздал хорошо. Дисикей на пленте. Ну, девяточку здесь закрыли, как бы... Ну, минимум, Дисикей. Но почему-то фронтекс не убили и это, в принципе, решило. Надо было фронтекс брить. Что за фронтекс? Это что у тебя? Ну, вот фронтекс. Это вот эта вот штука. Вот она. А, таковой не видели в это время. Они воевали все с девяткой. Флэшка вот, она вот здесь упала. Вот он, походу, ее вот отсюда с этой позиции дал. Причем не он не стрелял, не фронтекс не стрелял, не этот не стрелял. Не, вот Нипы, когда и ВГ, ВГ вчера Нюх играли, они давали две флэш с улицы. Одна падала всегда сюда, вторая залетала где-то здесь. То есть вот нужно еще понять, может ли она залететь сюда. Но в любом случае там девятку-то изолировать можно вообще из, я думаю. 15-9. Матчпойнты. Матчпойнты для команды Ария 51. И сейчас все может закончиться. Ария 51 может выиграть третье место. А у Факулки деньги последние. Ничего уже не осталось. Да, но у нас на стриме будет такой коротенький перерыв, скорее всего. Потому что совсем скоро будет игра, уже есть ХЛТВ на Юбинайт против Альтернейт на самом деле. Ну да. Итак. Ну что Синк у нас пока просматривает? Ой-ой-ой. Там где-то упал дым, Синк дает молотов сразу на радио. Опять, опять та же самая схема атаки. Снова флешка, давайте посмотрим, как она залетит. Так, ну разбито. Ой, Синк взял, сжег радио просто. Пошла первая. Вторая. Ну да, две флешки в одну точку он дал. Но они, по-моему, какие-то... Хотя, не, нормально, решили выйти. Эсмо дал размен. Но здесь преимущество, естественно, за защитой численное. И это... Победа. Бронза. Это бронза для Соединенных Штатов на чемпионате мира. Друзья. И немцы оказываются четвертым местом. Ну и, если я не ошибаюсь, 4000 долларов игры батарея 51. С чем мы их и поздравляем. И, друзья, уходим на короткий перерыв. Скоро вернемся. Ждите, ждите, ждите. Ну, в принципе, вообще по расписанию две минуты назад должен был начаться женский финал. Может быть, он уже начался. 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 У нас небольшая пауза. И мы возвращаемся в эфир. Продолжение следует...